Я сделаю свое представление профессора Гаманга Лутлина Храткин. Вы, знаете, читали, готовились к презентациям Оксаны Викторовны. Позвольте мне только сказать нашим гостям, что профессор Гаманга Лутлина, ведущий специалист Российской Федерации по таким делам, как политические элиты и украинские, профессор Гаманга Лутлина, ведущий специалист Российской Федерации по этому предмету. И несколько человек независимо мне сказали, что профессор Гаманга Лутлина будет лучшим представителем специалистов российских по Украине, по украинскому кризису. И мы очень благодарны, очень признательно и Оксане Викторовне, что я совершил такое длительное путешествие, очень утомительно, мотивное, из Москвы вчера вечером и сегодня национальности, которые были с нами. Наш цикл лекций будет состоять из трех лекций. Сегодня я попросила Оксану Викторовну рассказать о исторических корнях нынешней ситуации. Я знаю, что мои студенты занимались семножкой, готовили презентации, замечали историю российско-украинских отношений. Мы замечали свои диремы, нашими гостями, мы будем проводить в формате 50 минут презентации, 10 минут перерыв и 50 минут вопросов и ответов. И если у вас есть такие заботы, то, конечно, мы расскажем до начальной институтации, и потом у вас будет возможность задать вопросы о саниме, что мы приехали. Добрый день, уважаемые коллеги, спасибо большое за ваше приглашение. Спасибо. 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 Итак, прежде всего я бы обратила внимание на то, что происходящие в своем самом деле не имели бы такого значения, если бы не имели очень серьезные основания исторического, культурно-социального значения, экономического, биологического, психологического даже свойства. Поэтому сегодняшний разговор я бы начала с исторических истоков украинского кризиса. Однажды как-то было замечено, что ничто не меняется так быстро, как история. Это действительно справедливо, потому что интерпретация истории, как правило, является инструментом контроля над современной ситуацией. И не случайно именно украинская история сегодня столь богата разнообразными интерпретациями. Я сошлюсь на один час, например. Когда я готовилась к этой политике, я же интересовалась анализом литературы, которая существует по украинской истории. И оказалось, что поставить в Москве книгу, которая признана специалистами наиболее объективным освещением истории Украины под редакцией академиков Национальной академии наук Украины Петра Толочка, в Москве оказалось дело почти невероятным. Столь же сложно найти вот такую объективную работу и в Киеве. Полагаю, что важнейшим источником глубины украинского кризиса является история Украины. И особенность этой истории, как ни странно, в ее очень сложной географии. Об украинской истории можно рассказывать долго. Я не хотела бы слишком задерживаться на этом сюжете, поэтому позвольте мне наметить только основные вихи этой ситуации. На экране представлена карта Украины, где разными цветами отмечены те земли, которые в разные исторические эпохи присоединялись к историческому ядру Украины. И столь гетерогенный характер дает даже некоторым исследователям ставить вопрос о том, а возможно ли вообще единая Украина? Или она представляет собой лоскутное объявление, и Украина как государство не существовало и не существует? Полагаю, что такая точка зрения излишне категорична и неправомерна, поскольку, несмотря на условные существования государства Украины, потому что в самостоятельном таком виде Украина существовала достаточно короткие исторические промежутки, и государственность Украины связана, прежде всего, с советским периодом историка, когда она хотя и входила в состав Советского Союза, но, во-первых, она была одной из несущих конструкций этого государственного образования, а во-вторых, Украина, как Российская Федерация и Белоруссия, была представлена в Организации Объединенных Наций. Я бы даже сказала, что Украина обладала в рамках Советского Союза большим набором государственности, чем даже Россия. И в любом случае, точка зрения заключается в том, что, в общем-то, Украина как государство состоялась в постсоветский период после обретения независимости. Другое дело, что, к сожалению, украинские элиты не продемонстрировали необходимую степень мудрости и государственной состоятельности для того, чтобы управлять столь сложным объектом, который является Украина. Когда я слышу дискуссию о том, что Украина, видимо, вообще не может претендовать на автономное существование именно в силу исторической гетерогенности, я всегда обращаю внимание коллег на еще большую гетерогенность России. Россия – самое большое по площади государство мира, и следующее за ней крупное государство очень сильно уступает в территории. А в гетерогенности, видимо, никакое другое государство не может соперничать с Россией. Сегодня это 85 субъектов федерации, и палитра разнообразия экономического, лингвистического, этноконфессионального и иного. Россия невероятно широка. Я не буду углубляться в эту тему, отмечу только, что разница между отдельными субъектами Российской Федерации достигает тысячи раз. То есть по гетерогенности Россия многократно превосходит Украину. И тем не менее, хотя Россия испытывала определенные сложности сохранения территориальной целостности в 90-е годы, Россия сохраняется, и сегодня, несмотря на все определенные сложности, тем не менее, я думаю, неправы те, кто говорят о том, что Россия может распасться в ближайшее время. Все возможно в исторической перспективе, но Россия сохраняет стабильность и устойчивость, несмотря на более высокую степень гетерогенности, нежели Украина. Итак, в чем проблема Украины? Проблема Украины заключается в том, что в нынешних границах она сформировалась как государство на основании очень разных земель, входивших в разные эпохи в состав различных государственных образований со своими моделями политической культуры, политического развития, политической истории, психологическими даже стереотипами поведения. И это все очень серьезно сказывается на современном политическом развитии Украины. Ну, золотым веком Украины в историческом прошлом можно считать эпоху Киевской Руси. Киевская Русь была по всем значимым стандартам государственности, по сути, европейским по уровню культуры, экономики, государственности, образованием. Достаточно упомянуть ключевой документ. И распределяется Киевская Руси «Русская правда», выработанная Ярославом. Проблемой Киевской Руси стало то, что ввиду внутренних междоусобий и нашествия стилей Золотой Орды эта государственность впала, распалась на несколько княжеств, и уже тогда и в последующем периоде нанеслись довольно существенное расхождение в моделях организации и моделях исторического пути этих земель. Условно говоря, киевских земель, киевских черниговских, тех княжеств, которые образовались на территории современной центральной Украины. Например, Галинского княжества. Далее значительная страница истории Украины связана с тем, что в связи с образованием Великого княжества Литовского и Речи Просполитой значительная часть украинских земель, что входило в Великое княжество Литовской и впоследствии в Речи Просполитой достаточно упомянуть, что по хирургическому историю, как порядка 70-80% территории Великого княжества Литовского состояло из украинских и русских земель. Вхождение ряда земель, довольно больших массив земель в состав Великого княжества Литовского, а впоследствии в Речи Просполитой, основывалось тем, что население этих бесконно других и украинских земель обращалось в католичество, что вызывало определенное этноконфессиональное напряжение, и порой являлось причиной очень серьезных конфликтов. Эти конфликты имели такое серьезное значение, что даже нашли отражение в художественной литературе. Достаточно упомянуть всем известное произведение Николая Васильевича Гоголя «Тарас Выбор». Безусловно, определенное значение сыграли в истории Украины и разделы, три раздела Речи Просполитой, когда часть земель, вошедших в состав польского государства Речи Просполитой, отошли к Российской империи, и в том-то и дело, что часть земель отошла к Российской империи, а часть земель отошла к другим образованиям. В частности, например, Галиция отошла в пользу Австрии. Здесь надо упомянуть такие существенные… Ну, на слайде, наверное, видно, более-менее видно… Сейчас… Нет, указки… Указки есть? Ну, я бы обратила внимание на существенное название. По сути, ядром украинских земель, вокруг которого стала образовываться территория Соединенной Украины, является очень небольшая область желтого цвета. Вот, собственно, это те земли, которые в XVII веке входили в те земли, которые по акту, заключенному в данном хмельнице с руководством Российской империи, были присоединены к России. А дальше уже пошло присоединение разной исторической эпохи. Поэтому, когда в настоящее время, значит, на Украине сносят памятники Ленина, я никак не могу отнести себя к числу поклонников большевиков, в особенности Владимира Ленина. Но парадокс заключается в том, что ровно Ленин присоединил те территории, которые потом стали… Извините, это я немножко забежала вперед. Одним словом, проблема Украины заключается в том, что разные территории входили в состав разных государственных образований. Здесь и Великое княжество Литовское, и Речь Косполита, и Австро-Мегирская империя, и Атаманская империя, и Венгрия, и Румыния. И все это создавало крайне мазоречную территорию ориентации, условно говоря, Востока и Запада. Ну, Восток, на самом деле, тоже очень гетерогенит, поскольку очень существенная территория, которая ныне называется Новороссией, вошла в состав Российской эфири при Екатерине II, когда усилиями князя Григория Потемкина были освоены значительные массивы при Черноморских земель. И нынешние исследования историков показывают, что всем известный оборот потемкинских деревней на самом деле не имел исторического основания. Ну, для тех, кто может быть не знает, дело в том, что есть известная история о том, как Екатерина II совершила большое путешествие по землю, которые усилиями сильнейшего князя Потемкина были присоединены к территории Российской империи, и присоединены в результате как освоения, так и были отвоеваны в ходе нескольких русско-турецких войн. Так вот, существует легенда о том, что когда Екатерина совершала свое путешествие по Новороссии, ей показывали только фасады. Это были такие придуманные деревни, а на самом деле за этими фасадами ничего не было. Так вот, нынешние исследования историков показывают необоснованность этой легенды в том смысле, что действительно при этом Потемкине была проведена огромная работа по освоению техническому, экономическому, гуманитарному, социальному освоению этих территорий. Поэтому к моменту крушения Российской империи можно сказать, что Украина в границах Российской империи существовала, будучи, объединяя, так сказать, очень разные земли по своей этнической, социально-культурной, политической и иной природе. Ключевым событием для Украины в территориальном плане, как и для многих других территорий, стали события 1917 года, когда не только в России, на разных территориях в России создались почти мгновенно очень разные территориальные государственные образования, но и для территории Украины, которая существенно уступала историческим землям России, тоже мгновенно, как грибы после дождя, стали возникать различные государственные образования. Достаточно сказать, что на территории современной Украины в тот краткий период с 1917 по 1920 год было образовано 16 государственных образований. И зачастую разные территории довольно часто переходили из рук в руки. Здесь, конечно, существенную роль сыграло заключение в начале 1918 года предпринимаемого Брестского мира, когда часть государств была захвачена немцами, которые привлекли в качестве марионеточных фигуры Детмана Скоропадского. В любом случае период этой нестабильности и перехода из рук в руки был довольно мучительным. Но, в принципе, можно говорить о том, что в 1922 году, когда образовывалось в первоначальных границах национальное государственное образование СССР, значительная часть Восточной Украины вошла в состав этих земель. И для того, чтобы расширить территорию Украины, именно советским руководством, фактически Вениным, в территории Украины была присоединена исконно русская земля Новороссия. Собственно, они никогда не входили в состав Новороссии, никогда не были украинскими землями. Значительная часть розовой и зеленой земель – это как раз то, что было присоединено уже при советской власти. И во многом это объясняет, почему жители нынешнего юго-востока Украины столь энергично отстаивают свои права, в частности, на русский язык. Еще более понятно, почему в Крыму в той остро стояла проблема русского языка. Именно потому, что когда Российская империя отвоевала у Атаманской империи, территории бывшего Крымского ханства, и начиная с конца XVIII века эти земли входили в состав Российской империи, затем Советского Союза, это были по существу русскоязычные земли. И именно, так сказать, такая драматическая века, как передача Украине в 1954 году Крущевым с нарушением даже формальных процедур, не изменила ментальности людей, которые проживали в Крыму. Поэтому как раз-таки юго-восток, Крым – это те земли, которые и психологически, и лингвистически, и этнопрофессионально были по существу русскими или русскоязычными землями, которые в период облетения Украины независимости в 1991 году вошли, естественно, в состав Украины, но тем не менее по своей идентичности продолжали считать себя русскими или русскоязычными. Я не буду сейчас специально останавливаться на судьбе Западной Украины. Западноукраинские земли на протяжении нескольких столетий входили в состав Речи Посполита Астро-Венгерской империи, частично Румынии, но окончательно можно сказать, что значительная часть этих земель была присоединена к Советскому Союзу в 1939-1940 году, а Закарпатская область уже по итогам Второй мировой войны. И в итоге вот такое ласкутное обеяло сложилось в территории современной Украины, однако управление этим сложным и гетерактивным субъектом по определению ставят очень серьезные задачи перед управленческой империей. В итоге этого исторического пути мы сталкиваемся с условным разделением страны на несколько частей. Разделение можно рассматривать по различным линиям и различным основаниям. Вот один из вариантов представлен на этой карте. То есть восток, Харьковская, Луганская, Донецкая области, юг, Николаев, Херсон, Одесса, Запорожье, Крым, значит, центр, Винница, Кировоград, Черкасса, Полтава, Дмитрий Петров, север, Житомир, Киев, Чернигов, Сумы и 8 областей Западной Украины. Можно более грубо, так сказать, рассматривать, разделяя страны на восток, центр и запад. Думаю, что для нашего разговора, наверное, имеет смысл в большей степени ориентироваться на такое условное разделение. С какими расколами мы имеем дело на Украину? Ну, прежде всего, я бы отметила, что довольно существенный географический раскол на несколько частей. И эти части характеризуются довольно большим разнообразием в плане и исторического, и социокультурного, и лингвистического этноконфессионального и иных расколов. Следующий раскол – это очень значимый социитальный раскол. В свою очередь, он подразумевает несколько подрасколов. Ну, следует упомянуть, наверное, начать с лингвистического разнообразия. На востоке и юбилей страны преогладают люди, говорящие на русском языке, из области отмечены темно-синим. На северно-центральных областях относительное преобладание русского языка, и здесь распространен в том числе так называемый суржик. Это определенная смесь украинского языка. В центре и на западе преобладает украинский, но тоже, я бы сказала, что от области к области ситуация меняется, во-первых. А во-вторых, распространение того или иного языка во многом определяется поселенческой структурой населения. Так что в городах все же больше говорят на русском языке, тогда как в сельской местности на украинском. Довольно, да, и здесь надо сказать, что в определенных приграничных частях Украины отчасти распространены и языки текстанц, которые на украине граничит. Так, например, в Закарпатской области порядка 10% населения говорит на лингерском языке. Следующим расколом можно считать поселенческий раскол. Строго говоря, население сельское и городское распределяется в Украине так же примерно, как в России. 30% сельского населения и 70% городского. Причем довольно существенно в этом отношении разделяется Запад и Восток. Потому что на восточной и южной частях страны преобладает индустриальный тип заселений. Это крупные города, это те же Донецк, Луган, Петроф, Харьков. Из них самой плотно заселенной до трагических событий этого года была Донецкая область. Довольно плотно заселены некоторые западные области, такие как Львовская, Ивано-Франковская и Черновицкая. Следующий раскол – это раскол по линии «богатые и бедные». Здесь представлены карты средней зарплаты Украины по областям. И здесь достаточно определенно заметно, что самый высокий уровень оплаты труда преобладает как раз-таки на востоке страны. В силу того, что именно здесь сосредоточена основная промышленность. Это Харьков, это Дмитрий Петровск, это Донецк до событий, это Луганск опять же до событий, это отчасти Полтава. И, соответственно, на Западе, где, по сути, нет значимых производств за исключением лесопереработки. Да и то сосредоточена там в основном пермичная лесопереработка. И для последующего производства полиграфического или мебельного, прошедшую пермичную оборудовку дерева, перевозят в Киевскую или другие области. По уровню зарплаты, соответственно, поскольку промышленность в основном сосредоточена на востоке, соответственно, вы видите, что юг и восток довольно существенно обгоняют бедный Запад. И бедным Запад является еще раз не потому, что несправедливой является политика распределения доходов, а потому, что изначально на Западе создается меньшая прибавочная стоимость. И если говорить о политике распределения доходов между областями, то надо сказать, что как раз на протяжении всего периода независимости распределение средств государства осуществлялось в поле западных областей. То есть, как правило, полученные в виде налоговых средств распределялись в первую очередь в Киев и затем в западные области. Ну, строго говоря, статус доноров и рецепиентов, как правило, в любом государстве величина изменчивая, но, тем не менее, при всех колебаниях коммунитуры, можно сказать, что базовыми донорами украинского бюджета являются такие области, как Петропетровск, Полтава, Харьков, отчасти Донецк и Луганск, естественно, до событий. Я говорю отчасти, потому что отдельные отрасли, промышленности, например, угольные, почти во всех странах украинного отношения, не исключение, являются детекционными. По сути, если считать консолидировано 8 юго-восточных областей, то эти 8 юго-восточных областей давали порядка 70-75% всех доходов в бюджет, тогда как западная область их 90 не превышала 15-20%. И это рождало уже по определению, определенное напряжение, потому что юг и юго-восток на протяжении всех лет украинской независимости чувствовали себя, что называется, обделенными сиротами украинского государства, потому что, я уже сказала, значительная часть доходов изымалась из этих областей и перераспределялась. Но при этом, конечно, наиболее крупным получательным доходом являлся Киев, который впоследствии распространял эти средства и на западные регионы. Далее, очень значимым социо-итарным расколом является этнический и конфессиональный. Что касается этнической структуры населения, то по последней переписи украинцы составляют примерно 75-3 четверти всего населения Украины. Самая крупная национальная общность в связи с украинцами – это русские. Опять-таки, по разным подсчетам, но, несмотря на разницу в подсчетах, тем не менее, были русских ни по одному заследованию, не опускалось ниже 17-17, а реально 20%. То есть это самая крупная этническая группа помимо украинцев. Помимо русских на Украине проживают белорусы, молдаваник, русские, татары, болгары, вердеры, румыны, поляки. Хотя их численность, я тоже столько говорю, не превышает 5%. Вот на этой карте довольно заметно распределение различных языковых, этнических, конфессиональных общин. Но в любом случае, можно сказать, что напряжение между различными общинами – факт, создавшийся в постсоветский период, в период независимости Украины. Поскольку до этого, я могу сказать, что на Украине каких-то значимых линий напряжения по линии этноконфессиональных, леномистических и химии не было. И во многом это напряжение было связано с последовательной политикой Киева в пользу поддержки этнических украинцев. И отчасти, как это ни странно, с поддержкой не только украинской православной церкви, киевского патриархата, фактически раскольнической церкви, но и поддержки католической церкви. Зачастую экспансия католицизма на традиционных православных землях, центральной, отчасти южной и северной Украины, не встречала соответствующей оценки и политики по отношению к государству. И в целом можно сказать, что базовой проблемой государственного строительства Украины являлось то, что в направлении государства строительство упор делался на фактор национальный, причем поднациональный, принимался исключительно этнический фактор. Этнический, причем на основании идентификации по украине. Вот тот, кто считает себя дническим украинцем по кровной принадлежности, вот эти люди являются основой государственного строительства. При этом совершенно игнорировался факт наличия смешанных браков и тот факт, что между двумя длиннославянскими народными, русскими украинцами и белорусами традиционно существовали не только текстные связи, но и даже с точки зрения крови, этнически чистых украинцев. Это, конечно, можно найти, но в общем это дело не очень простое. Следующий раскол, на который следует обратить внимание, это раскол идеологический. Во многом он также связан с историческими развлечениями. И сегодня можно в рамках украинской идентичности выделить несколько отдельных идентичностей. Это русские, которые являются гражданами Украины, но являются русскими по национальности. Это русскоязычные украинцы, то есть украинцы, говорящие на русском языке. Далее двуязычные украинцы, то есть украинцы, использующие равные два языка. И украинцы, граждане Украины, которые считают себя техническими украинцами, и говорят исключительно на украинском языке. Надо сказать, что нынешний идеологический раскол во многом, конечно, отбирается на умоследование путь исторического прошлого, именно избыления. И подпитывается феноменом украинского национализма. Как возник феномен украинского национализма? Конечно, это не очень сложно, это по генезису, по структуре, по ориентации этих людей, которые в разные исторические периоды составляли основные феномалистические движения. Но в любом случае можно говорить о том, что феномен украинского национализма родился в XIX веке, как стремление украинцев отстоять свое национальное самосознание, в связи с тем, что украинцы зачастую подвергались дискриминации, как второй, третий или пятый по значению пятая этническая группа в различных государственных образованиях. И так было и в рамках, когда-то Речи Посполития, так было и в рамках Австро-Ингерской империи. И отдельная часть украинских идеологов считала, что украинцы подвергаются определенной дискриминации и в рамках Российской империи, а потом и Советского Союза. Но надо сказать, что с моей точки зрения, как раз таки в рамках российского государства украинцы не подвергались никакой дискриминации. Скорее наоборот, украинцы, например, даже по отношению к русским в отдельных отношениях могли занимать привилегованное положение. Например, в том смысле, что Новороссия, которая пришла в состав Российской империи и Советского Союза, очень длительное время являлась тем, что можно назвать кузнецей кадров. Поставляя управленческие кадры для самого высшего эшелона управления, например, в Советском Союзе. Например, здесь классическим примером является биография Брежнева, которая стояла в главе Советского Союза долгие 18 лет. Но, в общем, этнически-то он вышел как раз из Украины, и его политическая биография была связана как раз с Востоком Украины. Кроме того, как же речь зашла о украинском национализме, нужно отметить его определенные специфические особенности. Безусловно, любой национализм отличается от национального самосознания акцентом на исключительности собственной нации и стремлением поставить свою нацию, выше оставить. Ну, классическая форма, разговариваясь в Германии в начале 30-х годов, но, к большому сожалению, мы сегодня видим нечто подобное на Украине. Потому что, в общем, Украина, он, оно все, УСЭ, стало весьма и весьма популярным не только в маргинальных слоях украинского общества, но и, к сожалению, на самых высоких этажах управленческой лестницы. То есть, в этом смысле украинский национализм, к сожалению, не отличается от других видов адресивного национализма, а если и отличается, то, я бы сказала, больше адресивности, чем и другие национализмы. Строго говоря, украинский национализм рождался и существовал и действует сегодня как исключительно радикальное и агрессивное образование. Можно дискутировать о том, почему так сложилось, в чем истоки этой характеристики украинского национализма, но в любом случае, может быть, здесь играет роль фактор смешения кровей, языков, эдмосов. Может быть, играет роль то, что украинские националисты всегда составляли очень незначительное численное отношение и процентное отношение меньшинство и не будучи способны продвинуть свой проект иначе, чем методами террора. В те моменты, когда украинский национализм активно показывал себя на социально-политической сцене, в сцене отмечено чудовищными преступлениями. Я уж не буду упомянуть здесь, ну и достаточно упомянуть хрюстоматийно известный факт волынской резни, когда у украинских националистов погибло по разным подсчетам от 70 до 100 тысяч поляков, которые были вырезаны в 1943 год только за то, что они являлись этническими поляками. И еще одна особенность украинского национализма, которая во многом определяет его политическую конфигурацию. А именно, вот один из аналитиков отметил такую вещь, говорит, если западный украинец верхом своей карьеры видел то, чтобы стать старшим кемером в пивной где-нибудь в Вене, то люди на востоке Украины делали головокружительные карьеры в Российской империи и Советском Союзе. И это действительно так. Я не буду приводить очень много примеров, но приведу, пожалуй, только два. Известно, что Сергей Павлович Королев, который был создателем российской, извините, еще тогда советской космической техники и фактически стал творцом космической промышленности в Советском Союзе, как известно, был выходцем с Украины. И, например, взять сегодняшнего министра культуры Российской Федерации Владимира Магинского, который является этническим украинцем. И в этом тоже проявлялась очень серьезная разница социально-политического восприятия мира, которая очень серьезно и сегодня сказывается в политических размежеваниях на Украине. В частности, это находит проекцию в идеологическом расколе по вопросу интеграции Украины. Понятно, что в сегодняшнем мире Украина вряд ли может существовать автономно вне крупных интеграционных образований. Но наука Украины сегодня идеологически расколота по отношению к тому, как видят разные граждане Украины, разных частей Украины, оптимальные модели интеграции. Например, на Западе большинство людей поддерживает интеграцию с Европейским Союзом, тогда как большинство населения Юга и Востока поддерживает интеграцию с Евразией или странами таможенного союза. И здесь, наряду с тем, что я сказала, у корня этого размежевания очень серьезную роль, конечно, играет экономический фактор в этом идеологическом расколе. И в целом, надо сказать, что если анализировать динамики особенностей политического процесса на Украине, в частности, векторальные размежевания, то можно сказать, что, конечно, социокультурные, исторические факторы играли и играет значительный роль. Но в течение 20 лет украинской независимости очень значительно обрастают экономические факторы размежевания, что очень серьезно сказывается и в политических, в том числе и векторальных размежеваниях, экономические голосованиях. И я обращаю на это внимание в связи с тем, что, в принципе, политическая теория считается, что в традиционалистском обществе размежевание пролегает по линии сакральных ценностей массовых крупных населений, тогда как в обществе модернизированном они пролегают по линии преимущественно насущных экономических интересов крупных населения. Я сейчас не буду, опять же, на этом подробно останавливаться, но можно сказать, что проявлением модернизационного тренда в социальных и политических ориентациях населения Украины этот тренд проявляет себя как возрастание экономического фактора в политических процессах. Далее обратимся к характеристике политической системы Украины и государства. К большому сожалению, Украина сегодня действительно балансирует на грани обретения статуса несостоявшегося государства, прежде всего потому, что по ключевым параметрам государства украинское государство фактически не справляется со своими обязанностями. Ну, надо сказать, что ключевая сумма государства о сохранении территориальной целостности. Мы видим сегодня, что территориальная целостность Украины блещит по шлам. И как раз в этом, с моей точки зрения, находит первейшее проявление несостоятельности украинского государства, потому что явление сцессии во многих государствах существует, однако ни по гражданам Шотландии, ни по гражданам Катабунии, ни по гражданам Штанбасы. Центральное руководство не открывает огонь истантов. В любом случае, руководство государства ищет взаимоприемлемые формы переговоров, взаимоприемлемые формы достижения согласия. Далее, проблема безопасности. Это ключевая проблема для любого государства. Сегодня украинское государство потерпело поражение в обеспечении безопасности собственных граждан. Я не имею в виду только Юго-Восток, Юго-Восток. Это слово, конечно, но и, конечно, на древних территориях, в сегодняшний день, кто на Украине, могут чувствовать себя в безопасности. Нерядовой гражданин, народный депутат, немец. Я сейчас не буду включать с молодочисленной фамилией, высших должностных лич, которые подверглись физическому насилию за последние месяцы. На Украине упомянула только, пожалуй, одну фигуру, к нему с образованием табачей, которую молодой человек просто избили. А уж как людей побывали в мусорных баках, ну, тут уже статистика, я думаю, достаточно велика. Значит, если говорить об общесистемных характеристиках, то Украина, пожалуй, самой яркой характеристикой является очень значительная переменчивость политического порядка. Украина, как независимая государство, была приглашена в 1991 году, однако ее конституция была принята только пять лет спустя, в 1996 году, и с тех пор несколько менялась в своих основных характеристиках. Украина была то президентской парламентской эстетической, то парламентской президентской, то опять президентской парламентской. Причем период между внесением изменений в Конституцию по такому значимому вопросу в некоторых случаях составлял пять месяцев. Но в любом случае можно сказать, что Украина не избежала характерного для многих постсоветских республик противостояния между властей парламентной президентной. Словом, мы здесь не дошло до расстрела парламента и в Станбург. Но в любом случае конфликты международной власти характеризовались достаточно острыми конфликтами. Причем не только в тех случаях, как ни странно, не только в тех случаях, когда, например, президент и глава кабинетов относились к разным партиям. Например, в такой момент был, когда президентом Украины был Виктор Ющенко, а премьер-министром Виктором Янукович. Но, как ни странно, между ними не было столь острых конфликтов, как те, что сложились в тот период, когда президентом был, опять же, тот же Виктор Ющенко, а премьер-министром его ближайшая соратница Евгений Томашенко. Конфликты выходили за грани приличия. Из характеристик политического процесса, конечно, отличающих Украину и оказывающих очень существенное влияние на политический процесс, следует отнести высокий уровень политической активности, что следует считать одной из ведущих черт политической культуры Украины. Наибольшего уровня активности этот показатель достиг период оранжевой революции 2004-2005 годов. С тех пор этот уровень то поднимался, то повышался, но базовый тренд был на понижение. Такого уровня активности, как во время оранжевой революции, пожалуй, не наблюдалось вплоть до последнего времени, до последнего полугода, когда случился, как говорится, Евро-Майдан, в том же Майдане, независимости. Что касается следующих других характеристик украинского политического процесса, то, как пожалуй, ни в одной постсоветской стране здесь проявляется раскол в политическом процессе между Западом и Востоком. Причем этот раскол имеет негативальный характер, он развивается последовательно при переходе с Запада на Восток и обратно. И это проявилось практически во всех шести избирательных циклах. Ну, шесть циклов ведутся, шесть циклов в парламенте. И я сейчас в силу краткости оставшуюся времени просто пролистаю несколько слайдов для того, чтобы показать, как реализируется этот раскол, как он проявляется. А вот активность на призыверочных выборах. Мы видим максимальные показатели, в течение 4-й ходу, затем он снижается. Показательные выборы традиционно менее популярны, но в Украине собирают меньше явку. И вот эта линия показывает то, как снижался пересказательность выбора. Вот рейтинги политиков, рейтинги партий. Ну, я очень так, не замечу, показываю дизайнеры, чтобы не воздушно показать людей. Вот электоральная кампания 4-го года, оранжевая революция, и карта показана, насколько чертно пролегает раскол между различными частями страны. Синие области тех, что голосовали за Виктора Януковича, желтые за Виктора Януковича. Вот выборы президента в 2010 году, когда Янукович конкулировал с Тимошенко. Тоже раскол примерно такой же. Кандидат Янукович против кандидата Тимошенко, линия такая же. Вот те области, которые голосовали, помеченные красным, за имену Тимошенко в 2010 году на предпоследних президентских выборах. Как распределялись результаты партии? В 1998 год парламентский выбор. Пик популярности Компартии. Компартии, которые выдержали. Генамика участников избирательной кампании. Яхта избирательная. Здесь вот тоже очень видно, что в 2004 году во время оранжевой валюты явка была более высокой. Соответственно, явка на парламентских выборах. Здесь, к сожалению, нет позавчерашних выборов. Вернее, у меня чуть дальше есть слайд. Явка еще ниже, чем в 2012 году. Вот то, как поддерживались кандидаты в президенте на различных выборах. Вот количество мест в парламенте, которые обрекали разные партии. Здесь видно довольно заметно, как снижалась популярность Коммунистов, которые от пика в 1998 году пришли к незначительным результатам в настоящее время. Опять же, по разным партиям количество мест в парламенте и представленность. Предыдущие выборы в парламенте и перечисленные партии, которые участвовали в этих выборах максимум партии регионов. И, собственно, это было причиной того, что были объявлены досрочные парламентские выборы, потому что парламент, по сути, контролировался партии регионов. В этом мотиву президента Порошенко изменить конфигурацию остановки сил в парламенте. Но, судя по первым данным, ему удалось это только отчасти. Вот уровень явки. Опять же, здесь довольно понятно, что Запад опережает Восток. По степени участия. Восток, вообще-то, надо сказать, очень долго был великим немым украинской политики. Восток себя очень долго не проявлял в общей национальной политике. Или, если проявлял, то исключительно в формате поддержки кандидатов на президентских выборах. Причем конфигурация поддержки на всех выборах имела одну и ту же траекторию. Что в 1994 году Кучма, что в 1999 году Кучма, что в 2004 году Янукович, что в 2010 году Янукович. Население Юга и Востока поддерживали кандидатов, которых они считали своими. Однако, сразу после избрания, все кандидаты без исключения, те обещания, которые они давали жителям Юга и Востока, прежде всего в части распределения бюджета, более справедливо в части поддержки русского языка, неведленно забывали и отказывались от своих требований. Поэтому на всех циклах избирательных кампаний жители Юго-Востока последовательно обманывались. И это, мне кажется, является сегодня одной из причин такой бурный ряд Юго-Востока на очередную, как они считают, местную деятельность. Вот очень любопытна география распределения первых мест в одних из выборов. Видно, что очень четко разделяется страна на два лагеря. Единственное исключение, да, вот вы видите, совсем уж на Западе Закарпаттия, в которой всегда голосуют не так, как основные западноукраинские регионы, и Львовская область, которая, в общем, на эти пункты была очень активна. Вот, значит, партии регионов в 50-м году. То есть везде проходит раскол, везде одна и та же профигурация. Вот любопытная картина результата тогда еще всеукраинского объединения «Свобода». Вообще-то говоря, успех этой структуры на парламентских выборах 2012 года был для очень многих неожиданным, потому что, строго говоря, несмотря на силу распространения инициалистических настроений в западных регионах, тем не менее они никогда не имели парламентского инструмента артикуляции своей позиции. Ну, в общем, хотя злые голоса приписывает парламентский успех партии «Свобода» никому иному, как Виктору Януковичу. Это может показаться очень странным. Если кого-то заинтересует этот вопрос, я более подробно объясню. Но думаю, что эта точка зрения имеет некоторые основания. На последних выборах, которые позавчера состоялись, насколько известно, пока «Свобода» 5% варьер не преодолела. Вот последние президентские выборы. Результаты Порошенко 54% голосов. В целом впечатляющий результат, учитывая ту ситуацию, в которой эти выборы происходили. При том, что все основные, без исключения, социологические службы давали рейтинг поддержки Порошенко накануне выборов порядка 30%. Вот странная такая картина. 30% поддержки и 54% поддержки на голосовании. И что касается заключения, что касается самых последних выборов, произошедших позавчера, картина немножко не такая, как ожидали инициаторы выборов, потому что блок Димаш Димитрия Порошенко балансирует на одном уровне с блоком Яценюка. И, видимо, Порошенко удастся с трудом воплотить свою идею полностью переформатировать парламент. Но в любом случае эти выборы предсказаны в том, что все наблюдатели были солидарны в том, что какой-то одной политической силе не удастся обрести доминирующее положение в парламенте. В любом случае речь пойдет о коалиции в парламенте и о коалиционном правительстве. Собственно, таким оно было все последние месяцы. Но понятно одно, что этот парламент, конечно, будет националистическим, конечно, будет радикальным. И здравых голосов там, к сожалению, будет существенно меньше, чем даже в предыдущем парламенте. Я вынуждена на этом завершить лекцию, потому что исчерплено время. Я готова ответить на вопросы, возникшие по ходу такого очень лапидарного рассказа, который пытался захватить очень разные аспекты и разные даже исторические эпохи, поэтому я нашел такой немножко эпизодический характер. Я, честно говоря, не очень представляю, какие именно сюжеты могут в большей степени интересовать уважаемые аудитории, и буду рада ответить на возможные вопросы. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, это 10 минут перерыв? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Меня зовут Рубан Цианин. Второй вопрос. Я живу в США. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мой вопрос, не знаю, что это очень трудный вопрос, но я сейчас попросить, как можно объяснить роль России в украинском конфликте, но смотреть на внешние политики России, которые Евгений Примарков создал в 90-х годах. Почему? АПЛОДИСМЕНТЫ Как можно из этого контекста смотреть? Спасибо большое. Вы знаете, сейчас довольно много в мире обвиняет Россию за вмешательство на украинские события. А с моей точки зрения Россия очень сильно виновата. Но только не в том, в чем ее обвиняют. С моей точки зрения нынешнее напряжение в отношениях с Украиной связано с тем, что все 23 года украинской независимости Россия вообще не занималась с Украиной. Вообще никак. А поскольку это ближайшие соседи, то в общем-то даже на индивидуальном уровне мы знаем, если ты хочешь иметь хорошее отношение с соседями. В общем, этому надо как-то уберять внимание. Точнее ситуация была какая. Россия субсидировала Украину и общий размер субсидий у нас экономический. По самым скромным подсчетам скидка по ценам на газ для Украины за вот эти 20 лет создала порядка 400 миллиардов долларов. То есть Россия снабжала Украину дешевым газом, не интересуясь, что вообще на Украине происходит. Какое-то правительство, что там происходит по отношению к русским, которые живут в Украине, это 20% населения на территории. То есть каждый пятый. Да? А притеснение русских и русского языка было очень серьезным. Достаточно сказать, что в какой-то момент в Киеве осталась одна школа на русском языке. Одна. На 4 миллиона населения. При том, что каждый пятый. Россия вообще не занималась. Украина была заменена. Поэтому то, что сейчас, похватившись, Россия вспомнила о том, что там вообще-то живут русские, и эти русские подвергаются очень серьезной дискриминации, и возвысила голос в защите этих работ. Поэтому я считаю, что позиция России как раз таки правомерная. Нужно защищать свои границы и своих соотечественников. Так что мне кажется, что такого рода голоса совершенно не объективны. Построены на незнании ситуации и на предубеждении. И кроме того, недостаточно учитывать аспект безопасности. Давайте я задам вопрос. Какой была бы позиция США, если бы в какой-то момент США обнаружили, что на границе с Анадой, на границе с Мексикой стоят российские военные базы или китайские военные базы? Вот какой была бы позиция США? Она бы озаботилась проблемой своей безопасности или нет? Ведь проблема-то интеграции Украины заключается в том, что Украина заинтересована в экономической интеграции, в Европейский союз, таможенный союз. Жители Украины по-разному рассматривают модели интеграции. Но в принципе заинтересована интеграция. Украине же не предлагают войти в Европейский союз. Верно? Вернее, ее и предлагают войти, но только после Турции. А Турция уже 50 лет ожидает присоединения к ЕС и пока будут члены НАТО. Украине предлагает такую же последовательность. Войти члены НАТО, а затем когда-нибудь, может быть, лет чем 150. Может быть, знаете, как в той шуте, когда вы научитесь прыгать в бассейн, возле люди падают. А что такое для Украины вхождение в НАТО? Для Украины вхождение в НАТО означает, прежде всего, очень серьезные экономические потери. Потому что, как мы знаем, страна, которая входит в блок НАТО, должна перейти на НАТОвские стандарты вооружения. И это вообще-то дело очень дорогое. Украину субсидировать в этом отношении никто не собирается. Значит, Украина за счет своего бюджета должна перейти на стандарты НАТО, предоставить свою территорию для постройки, для сооружений баз НАТО, и попасть в зону риска. Если не дай бог возникнуть какой-то конфликт между Россией и НАТО, то Украина станет пятом военных действий. Поэтому, Россия со своей стороны, в общем, тоже озабочена проблемой безопасности. И получить базу НАТО в Крыму, в Харькове, в Гноменске, в Луганске, в Бропетровске, это значит, что вернулись к очень серьезному риску. На это Россия и говорит, что вы знаете, а почему вы думаете, что будет конфликт? На это Россия отвечает, что вы знаете, в начале 90-х годов, когда Россия давала согласие, например, на людьми на Германию в 1989-1990-м году, когда Россия давала согласие на то, чтобы вывести свои войска с тех пор из Германии в 1994-м году, ей говорили, что надо расширять не будет. С тех пор прошло несколько расширений НАТО. ВОЛН, ВОЛН, расширение НАТО. И это, в общем, заставляет российский руководство полагать, что проблема безопасности в связи с военским конфликтом является очень серьезной. Но эта проблема является серьезной еще в каком отношении? Любой военный конфликт на границе в любом случае чревает очень большими неприятностями для страны. Почему? Это неконтролируемые потоки беженцев. Сегодня на территории России почти без малого миллион беженцев. Миллион. Это население огромного города. И эти люди, их нужно расселить, их нужно накормить, их нужно обеспечить работой. А нужно иметь в виду, что в основном в значительном мире это женщины и дети, которые не могут сами всех покормить. Поэтому это огромная нагрузка на бюджет, это огромная нагрузка во всех остальных отношениях. То есть это создает предметы и экономической безопасности, и собственной военной безопасности, и даже ненавидной установки. Потому что благодаря беженцам это может быть все. Поэтому Россия в данном случае занимает позицию защиты собственных интересов экономических, территориальных, социальных, военных, политических и прочих. Это стремление защититься от рисков, от многообразных рисков, которые несет с собой военный конфликт на сопределенности истории. Поэтому, ну вот, вот примерно так. Обратите на наш вопрос. Меня зовут Галина Скорина. Я студентка обязанных по разрушению. И у меня к вам несколько вопросов. Самый главный вопрос. Как вы прогнозируете будущее военно-постоке Украины? Это очень сложный вопрос, который, я думаю, никто не даст сегодня однозначного ответа. Здесь, возможно, разные варианты. Самая большая беда заключается в том, что, возможно, лучший вариант, возможно, лучший вариант, видимо, упущен. Очень лучшим вариантом, мне казалось бы, федерализация Украины. Что я имею в виду? Ну, вот довольно часто в мировых СМИ можно услышать тезис о том, что Россия не демократическая страна. Но, между прочим, по сравнению с Украиной, Россия таки, нам бы более демократическая страна в отношении взаимодействия центра страны и регионов. Потому что Россия является федерацией. И в России субъекта федерации отличаются очень серьезным разнообразием и в плане реализации своего территориального многообразия и своих идентичностей. Вот в Украине, в стране, которая, как мы видели, очень четко расколота на две части. Раскола, на самом деле, больше, как я говорила, но в основном она расколота на две части. И эти две части, как их ни смотри, они отвечают очень серьезные. Для того, чтобы сохранить территориальную целостность расколотной страны, нужно очень аккуратно учитывать все особенности этих двух частей. На протяжении более чем двадцати лет правительство Украины, какие бы лидеры не были у власти, что Почма, что тот же Винокорье, игнорировали особенности, запросы, интересы, потребности жителей Юго-Востока. Это была действительно обделенная сторона в стране. Это была такая Золушка, которая кормила всех, но при этом ее элементарный запрос игнорировался. Вот почему столь болезненна является тематика русского языка? Очень по простой причине. Люди-то исконно русские говорили во многих поколениях на русском языке, и когда им говорят, что один в стране государственный язык, это решает новые поколения Юго-Востока перспектив карьерного продвижения. Потому что если вы поступаете в ВОЗ, где говорят и преподают на украинском языке, понятно, что вы попадаете в неконкурентную ситуацию по сравнению с теми, кто изначально говорил на украинском языке. И так во всем. И в приеме на работу, и, так сказать, в иных ситуациях. Поэтому самым оптимальным вариантом урегулирования ситуации на Юго-Востоке была бы федерализация. То есть предоставление статуса второго государственного русскому языку, чтобы жители Юго-Востока могли говорить на русском языке. Так сказать, предоставление более справедливых междудшебных отношений, чтобы не было так, что доходы изымаются и перераспределяются в пользу Киева и законных областей. Вот. И, видимо, это было бы лучшим вариантом, и, собственно, жители Юго-Восточных областей были на это настроены. Но когда в ответ на их весьма справедливые требования в результате несварительных действий, то, конечно, вот этот шанс был бы пущен. И это, на самом деле, очень серьезная беда. Кроме того, здесь следует отметить, что протест на Юго-Востоке возник даже не только и неисколько в ответ на ущемление экономических и языководственных прав, но он возник потому, что власть в Киеве вдруг оказалась на Юго-Востоке реальных произошел государственный переворот. В чем он заключался? Ну вот, смотрите, ситуация классическая. Оппозиция вышла протестовать на улице Киева против того, что Янукович отложил протестальные ассоциации. Ну, добегая вперед, скажу, ведь все последующие правительства сделали то же самое. Янукович и Янукович и Янукович все поняли наконец-то, что подписание и реализация экономической части Ассоциации с Европейским Союзом означает полную катастрофу для экономической экономики, полную. Ликвидация промышленности, возрастание безработицы в разы в соответствии с деменогерной установкой, социально-проитической дестабилизацией и все, что будет связано. Вот. Хорошо, вышла оппозиция протестовать противорешение Януковича. Допустим, в результате многомесячных переговоров началось, наконец, 21 февраля Янукович подписал все, что требовало оппозиция. Досрочные фарламентские выборы, досрочные президентские выборы. И, так сказать, гарантами этого подписания были три министра нашей страны. Польша, Германия и Франция. Вечером подписали, утром началась атака на Львовича Януковича, Петрова и Луни. И далее происходит вековский переговорот, к власти приходят люди, которых никто не выбирал. И в ответ на этот вековский переговорот, да, далее пошла волна захватов администрации в областных центрах. То есть проходит классический государственный переворот. Причем к власти приходят люди, которые тут же заявляют в Павла МТ-16, принимают в район. Было заявлено. Мы реквидируем даже статус региональных языков. То есть происходит не расширение правов, а тотальное объяснение. Реквидируются какие-то основания бюджетного федерализма. И далее идет нарастание, я бы даже сказала, ультра-министических тенденций. В ответ на это Юго-Восток заявил, что вы взяли неконституционный орган власть и нам ничего не остается, кроме как отставить свои права. Прошу референдум на 11 мая в Луганске и Донецке. В ответ на это начались военные поиски. Но это все равно, как, например, премьер-министр Великобритании начал танковую атаку на Голландию. Или, например, на Брессону пошли надвиненные войска в центральное правительство Испании. Или на страну Басков. Хотя, между прочим, в стране Басков это не знаем. Сколько лет здесь были ультра-националистические, сепаратистские, террористические организации. Сколько, вот, тех, кто был в Испании, вот, чисто статистические революции, в последние, может быть, годы не в такой степени, но вот и на моей памяти, как только я приезжала в Испанию, там был обязательно какой-нибудь террористический акт. И, между тем, правильная правительство не стоит за угроженные силы, а также сепаратистских прибыль. Вот, поэтому каждое правительство в отказе руководства Украины хоть как-то услышит свое население. В Луганске, Востоке это примерно 6,5 миллионов населений. Это, в общем-то, довольно приличное, для европейских мероприятий страны. Но правительство Украины отказывалось вообще даже дозаврит. То есть, попытки передоборов никак не дозаврит. Вот, поэтому лучший шанс был уже усущен. Что касается будущего, то после Гражданской войны, в угозрении перспективы, мне кажется, сложно представить себе украинское государство, то есть, прежних временцев, украинцев до мая месяца текущего года. Каким, может быть, это сосуществование, сказать трудно. Но, о сохранении и прежних временцев, я думаю, что сегодня бесстыречит. Вы были основными действиями на база информации, потому что в прошлом году упоминал, что за годы, которые были подписаны? За эти, сейчас я скажу, какого числа, примерно 7 сентября, меня пригласили выступить на территории, на территории о том, каковы оценки дневнических соглашений и перспективы перемирия. Вот тогда я скажу, перемирие продлится до конца октября, то есть до полнавицких выборов. А дальше уже ничто не гарантировано. Я думаю, что, конечно, сейчас украинское правительство попытается военную работу решить эту ситуацию. В большом сожалению. Но военного, понимаете, в чем дело? Военное решение там нет во всех отношениях. Не только в том смысле, что у возможности победы украинской армии еще нужно приказать эту проблему. Но и с той точки зрения, что даже если украинская власть вооруженная в силу не западет Донецк и Луганск, то можно себе представить, какие настроения населения будут по отношению к украинской центральной власти. То есть тебя бомбят точно так же, как то, что прошло 70 лет с момента окончания, почти 80 лет, с момента окончания Второй мировой войны, и на Украине еще живы люди, которые застали ту войну детьми. И вот они сейчас говорят, ну, это даже повторяется ситуация, там, 43-го года, 43-го, 44-го года. Вот когда бомбила фашистская Германия, теперь свои руководители бомбили. Вот. И жертвы среди делились, они не чудовищные. Я уже говорила о валенном жертвах во втором. Я могу сказать, что вот, по официальническим источникам, сейчас расскажу, есть оценки, согласно которым украинской армии составляют более 20 тысяч человек. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане советский Союз потерял 12,5 тысяч. Украинская армия, это какой-то металл, с которой лежат представители Порошенко, да? Закрытые данные, но, знаете, от отсюда информация не текает. 23 тысячи убитые за три месяца. Вот. Поэтому, я думаю, что, знаете, как говорится, с таких расспекциями, мы, наверное, у них тяжело себе. Поэтому, я думаю, что мы штука с украинской ухожатки и держаться в Донецке и в Уганске, даже в условиях военных. Мой вопрос, так, мы тут все знакомы с Мишленом, с решением, что направленность между Западной и Восточной частью Украины, это продолжение исторических тенденций. И я хочу задать такой вопрос. Чего нового в этих событиях на Украине? Что мы можем объяснить в свете истории? Вы знаете, если бы еще даже, может быть, полгода назад или вот, мне сказали бы, что на Украине разгорится гражданская война, не только я, но и многие другие люди и могли себе даже представить, что люди из Львова пойдут воевать и добить Донецк. Конечно, в нескольких странах на постсоветском пространстве были накаленные конфликты. Это гражданская война в Таджикистане в 1992 году, были очень серьезные конфликты. Даже и до распада Советского Союза в 1990 году, в Таджикистане в Узбекистане, в Южной Осетии. Но, тем не менее, представить, что такой степени ожесточенная гражданская война разгорится на Украине, было достаточно сложно. Потому что, строго говоря, украинцы не воинственный народ. Традиционно о кавказских народах говорят, что это военные такие народы. Украинцы не воинственный народ. Украинцы очень хозяйственный такой народ. И можно себе представить, что нужно было совершить правительству для того, чтобы довести свое население до того, чтобы люди взяли оружие в руки. Особенно Юго-Восток. Люди... Донецк особенно. Это край шахт. Это, в общем, люди такие, рабочие. Знаете, работающие шахты. И для того, чтобы довести до того, чтобы шахтер положил свой первый путь в автомат, люди, действительно, надо было очень постараться. Но я думаю, что это не случайно. Потому что на протяжении всех 23 лет украинской независимости происходила перекодировка массового сознания. Я часто бывала и бываю на Украине. И могу сказать, что такой зубодробительной пропагандой я не слышала нигде в другой стране. Разве что в Балтии. Даже это не антироссийская, это русофобская пропаганда. С утра до вечера людям рассказывали, что русские, а также те, кто говорит на русском языке, читает и жители Юго-Востока, они занимаются одним. Едят младенцев с утра до ночи, завтра, в обед и в ужин. Это самое гуманное, что они могут свершиться с остальным ужином. И такая пропаганда не могла не давать свои плоды. Вот она и дала. Поэтому принципиальная новизна нынешнего развития событий на Украине заключается в том, что такой степени ожесточенности противостояния очень сложно было представить, что даже когда разгорелось событие на Киевском Майдане, представить, что состоится гражданская война, вооруженный конфликт, было очень сложно, но она состоялась. Спасибо. Ответ. Здравствуйте, Александр. Я также студент по разговору. Нет, студент по разговору. У меня вопрос, а когда началась эта пропаганда, как мы недавно только что упомянули, что не артироссийская, а вот в целом на русском языке, такой плохой человек. Я на Украине был буквально три года назад, был на восточной западной части страны. Такого я нигде не наблюдал, не слышал. Вы знаете, на бытовом, я имею в виду, я ведь употребила термин пропаганда. Пропаганда – это термин, который характеризует целенаправленное воздействие средств массовой информации. Бытовой оборот – это другое. В бытовом плане всегда отношения были мягче. Но менталитет западной Украины, он, конечно, очень отличался. И, скажем, в советские годы эти различия очень сглаживались, и проводилась такая сбалансированная политика, все-таки примирение разных частей Украины. Вот. Но вот все 23 года независимости Украины пропаганда и пропаганда средств массовой информации носила жесткий характер. Она очень обострилась в период президентства Ющенко. При Януковиче накал пропагандистского неприятия России и всего русского несколько снизился, но тоже не вполне ушел. Вот. Поэтому это было, с моей точки зрения, все 23 года. То больше, то меньше, но пропаганда оставалась вот такой. Особенно педалируемая. Вот могу привести конкретный пример. На Украине особую остроту, как вы знаете, наверное, имеет тему голодомор. Что такое голодомор? Дело в том, что в начале 30-х годов, примерно с 31-го по 34-й, в разных частях Украины, России и Белоруссии был очень тяжелый голод. И от голода, в общем, умирали миллионы людей. Так вот, этот голод имел место и России, и Украине, Белоруссии, и Казахстане. То есть в равной степени несколько национальностей, несколько национальных республик пострадали. Однако специфика подачи этого трагического исторического события на Украине заключается в том, что этот голод подается как целенаправленно и искусственно созданный руководством Советского Союза именно на Украине, именно для того, чтобы побудить русских и украинцев. Вот пример того, как действует пропаганда. Реальный исторический факт вырывается из контекста и подается в форсированном варианте. И вот тема голодомора, она обрастала совершенно фантастическими подробностями, вплоть до того, что количество умерших, по-моему, уже превышало количество населения, жившего на Украине в тот период. И есть другие. При том, что для сравнения, я упоминала факт так называемой Волынской резни в 43-м году, когда украинские националисты просто вырезали десятками сел, польское население, только за одну правильность. То, что они были ретническими поляками. Вот это вообще не упоминается никак. Этого факта нет. То есть пропаганда, она всегда создаёт неадекватную картину реальности. И она всегда нацелена на определённое программирование сознания. И получилось так, что население Украины фактически полужертвовало таких оплодантов. Потому что вместо того, чтобы… Украина просто обречена на то, чтобы иметь нормальные отношения с Россией. Нет другого варианта. Нет другого варианта экономического благополучия, военной безопасности, культурного развития и так далее. Но вместо этого определённые силы на Украине проводили политику в ущерб национальным интересам России. Вообще, украинский националист, например, я говорила о нескольких особенностях, у него есть ещё одна особенность. В принципе, классический национализм выстроен так, чтобы привести свою страну к благополучию и процветанию. Вот парадоксальным образом украинский национализм во всех исторических периодах, когда он возникал как заметное явление, он приводит к правительственным последствиям. Вот нынешняя ситуация в Украине – это прямой результат действия пропаганды украинского национализма. В том числе против России, против русских, в том числе против русских, которые проживают и проживают в Украине. Это же граждане Украины. Понимаете? Ну, против них ведутся определенные пропаганды. А что такое вот сама конструкция Москали? Ещё один пример такой, как это пропагандистского трюка. Ну, самым чтимым поэтом на Украине является Шевченко. Он такая икона современной идеологии. Но при этом вообще замалчивается следующий факт. Во-первых, Шевченко был не только украиноязычный поэтом, а русскоязычным поэтом. И он не только писал свои прозаические и поэтические произведения на русском языке, он свой интимный дневник вел на русском языке. Это значит, что самое заправедное вообще-то он артикулировал на русском языке. Или игнорировал тот факт, что из крепостной зависимости Шевченко выкупили русский и русскоязычный веки для культуры Бурилов и Жуков. Понимаете? Вот этого нет. Зато вырывается из контекста одна фраза из поэмы Шевченко Катерина. Которая звучит так. Ко-Хайпеса Чернобыли, там из москаляны. Бо москалей любят люди чужих, дроблет лыхозвамы. Перевожу на русский язык. Любитесь черноброгой девушке только не с москалями. Потому что москали, плохие люди, принятут вам несчастье. Но при этом игнорируется, что москалем назывались солдаты, а вовсе не русские люди. Вот в то время, когда Шевченко писал свою поэму, москалями назывались солдатами, независимо от их национальности. Москалем может называться украинский по национальности солдат армии Российской империи. Понимаете? И вот это транслируется. Почему? Поэтому пропаганда, она всегда неадекватна, и она всегда имеет цель оформирования национального населения в соответствии с какой-то заданной целью. Спасибо. Спасибо большое. Это интересный вопрос. Мы делаем небольшую работу по Восточному партнерству. Восточное партнерство – это часть общей, более обширной программы европейского соседства, которая нацелена на установление более текущих экономических отношений с теми странами, которые не входят в Европейский Союз, но находятся на границе со странами Европейского Союза. Программа Восточного партнерства была направлена на шесть стран постсоветского пространства. Это Россия, Украина, Молдавия, Беларусь, Грузия, Армения и Азербайджана. В чем, в принципе, установка, если говорить более конкретно, Европейского Союза, в том числе в формате Восточного партнерства по отношению к Украине? В чем вообще подоплека этой громкой истории с подписанием ассоциации по сотрудничеству с Украиной? Эта ассоциация предполагала несколько направлений, но ключевым являлась экономическая, а именно создание зоны свободной торговли Европейского Союза и Украины. То есть, иначе говоря, украинские товары допускаются на европейский рынок без определенных ограничений, то также европейские товары допускаются на украинский рынок. Формально это соглашение должно быть выбрано обеим сторонам. А реально это соглашение фактически означает действительно катастрофу для украинской экономики. Почему так сложно складывалось судьба в подписании этого соглашения? Дело в том, что претензий к Януковичу уже было высказано немало, абсолютно заслуженно. И вот одна из претензий заключается в том, что он как президент страны дал согласие, дал согласие на подписание такого эпохального для страны соглашения, даже не вникнув в его содержание. Я вас, наверное, удивлю. Но на протяжении всего 2013 года СМИ ввели однозначную пропаганду в подписании этого соглашения с Европейским Союзом. Но как Янукович узнал содержание этого соглашения только в конце сентября. До этого он даже не вникал. И когда он вник наконец, он понял, что это действительно будут метрострофические последствия для экономики. Почему? Потому что Украина формально допускалась на европейский рынок. Но ведь украинские товары не конкурентоспособны по отношению к европейскому. Я не буду приводить много цифр, приведу только несколько примеров. Неужели кто-то всерьез полагает, что, например, Франция перестанет строить свои самолеты Airbus и начнет покупать украинские самолеты? Кто-нибудь может себе это представить? Или кто-нибудь может себе представить, что Швейцария и Бельгия перестанут производить свой шоколад и будут покупать продукцию Рошена, это кондитерская фабрика, принадлежащая президенту Украины Порошенко. Но кто-нибудь может себе это представить? Или Швейцария перестанет производить, например, свои сыры и начнет покупать Костромскую сыру украинского производства? Нет же, конечно. Помимо прочего, доступ на европейские рынки предполагает, что украинские товары должны соответствовать очень строгим нормам. Какие-то санитарные контроли, технические регламенты и так далее, и так далее. И переход на новые регламенты для Украины оценивался примерно 200 млрд долларов или 160 млрд евро. Для сравнения, весь украинский бюджет составил 170 млрд евро. То есть целый бюджет Украина должна потратить, бедная страна, за то, что перейти на европейские стандарты. Этих денег, естественно, нет. Дальше. Что означает это соглашение для Украины? Это соглашение означает, что Украина должна вести очень серьезные ограничения на целый ряд функционирования украинского государства. Начиная от государственной службы и заканчивая промышленностью. Это фактически означает коллапс промышленности. Тетологической, машиностроительной, химической и прочее. Почему Юго-Восток так восстал против этой ассоциации? Потому что вся промышленность сосредоточена на Юго-Востоке. Это означало фактическое умирание всей промышленности. Для того, чтобы регламентировать этот тезис, я бы предложила посмотреть на то, что произошло с промышленностью трех стран Балтии, Румынии и Болгарии. А национальная промышленность рухнула в силу неконкурентоспособности с более развитыми экономическими странами. Но даже Болгария, Румыния и страны Балтии, худо-бедно, будучи членами Европейского Союза, они получают определенную помощь из Европейского Союза. Скажем, Румыния вносит миллиард долларов. По идее, она должна получить в ответ помощи 5 миллиардов от ЕС. Она этих 5 не получает, но получает 900 миллионов. Ну, худо-бедно, получает. Кто же будет оказывать экономическую помощь Украине? Никто не будет в Европейском Союзе. Как минимум потому, что в Европейском Союзе сейчас нет денег. А если даже не были, то руководство Европейской комиссии услышало бы вопросы, например, от Испании, от Греции. Греции на страну, значит, страна с населением 8 миллионов человек уже получили 80 миллиардов помощи от Европейского Союза. И тем не менее, ситуация в Греции, как вы знаете, далека благополучная. Поэтому, если бы вдруг Европейский Союз где-то раздобыл деньги на помощь Украине, то, так сказать, другие проблемы, страны члены Евросоюза. Один вопрос, почему у кого-то Европейского Союза помогает стране, не входящий в Европейский Союз, тогда как некоторые члены Европейского Союза имеют серьезные проблемы, нуждаются в помощи. И на это можно сказать, ну, может быть, Европейский Союз примет Украину в свои ряды. Знаете, на это часто цитируют высказывания бывшего посла на Украине Черномодина, который на вопрос о том, когда примут Украину в Европейский Союз отвечал так – после Турции. А когда Турцию? А никогда. Потому что, более того, даже после Оранжевой революции в начале 2005 года, европейский комиссар по делам расширения, когда был этот Бюнтер Херхоттник, такой трудной фамилией, он сказал, ну, в ближайшие лет 50 Украина не станет членом Европейского Союза. Могу сказать почему. Как минимум, по одной простой причине. Как вы знаете, ключевой проблемой Европейского Союза является серьезная зависимость по поставкам энергоносителей от стран не членов Европейского Союза. Поэтому Европейский Союз не намерен включать в свои ряды страны недостаточно обеспеченные энергоресурсами, потому что это понижает общий уровень энергобезопасности всего Европейского Союза в целом. А Украина страна импортирующая, как известно, энергоносителя. Вот. Поэтому вот эта ситуация с подписанием соглашения об ассоциации и стала детонатом кризиса. Как я показала, на Украине очень давно существовало противоречие между двумя частями. Но тогда, когда западный, условно, условно, западный, условный запад Украины пошел в очередное наступление на востоке, теоретики, грозящие экономическим вымиранием юго-востоком, потому что остановка предприятий чревата безраблётицей миллионов людей со всеми вытекающими подробностями. Вот здесь запад в какой-то момент уже, извините, восток Украины уже восток и терпение закончили. Вот. Так что здесь, еще раз повторюсь, не случайно и Яценюк, и Порошенко, и сам Европейский Союз отложили теперь уже до 2016 года реализацию экономического соглашения Украины Союза. То есть соглашение подписано, но его реализация отложена. Сначала была отложена до 1 ноября декущего года, сейчас отложена до 2016 года. И, кстати говоря, совсем не случайно голосование в Европейском парламенте по вопросу о ратификации этого соглашения, оно не прошло не только единогласно, но я бы сказала, что единогласно проголосовали только страны, новички в Европейском Союзе, такие как Стану Балтия, Украина, Балгария. Вот. А среди старых членов Евросоюза там треть блютанцев, треть сортурки европарламентария. Многие немецкие европарламентарии совсем не поддерживают эту ратификацию, потому что понимают, что воплощение этого соглашения в жизнь чревато катастрофой не только этого, чревато катастрофой для экономики Украины. И в связи с этим крайне негативные последствия для стран Евросоюза. Потому что Украина, в общем, не так далеко расположена в Евросоюзе. И негативные последствия экономических расходов, такие как контролирована миграция, знания искусственности, все это за то, что и страны негативные союза. Глава Григорьевич. Я виноват в Северном Куре, в Северном Куре, в Северном Куре. Я виноват в Северном Куре, 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 в Северном Куре. В связи с тем, что сейчас это очень острая ситуация, она за собой привлекла в дальнейшую новую группу. И все-таки он легитимный, мы его можем признать, потому что опять здесь идет коллизия двух принципов, которые стоят ранее. Прежде всего, я хочу сказать, что относительно того, был ли это просчет дипломатический Российской Федерации в начале 90-х, я считаю, что была допущена глубейшая ошибка в момент подписания Белоруссии в соглашении 1991 года, потому что такой же ошибкой был подарок Хрущевым Крыма. И как раз-таки 1991 год был тем моментом, когда эту ошибку можно было исправить. И нет никаких сомнений, что руководство Украины, власти Кравчука, конечно, пошло возвращение иконного руководителя Крыма в состав России. Но, к сожалению, такая ошибка была допущена, и это была не единственная, увы, ошибка сестерей Крымской Федерации в 1990-х годах. Что касается референдумов в Крыму, давайте вспомним, в какой ситуации провалился референдум в Крыму. Власть в Киеве куда-то схвачена теми, кто обладает государственной вооруженную поддержку, то есть это был полный переворот. Поэтому в этой ситуации, когда вы говорили о предупредении конституционной нормы, формальной, вообще как можно говорить? Государства нет, государства рухнули, никакие нормы не действуют. Поэтому в Крыму в рамках территориальной полномочий власти было принять медитинное решение парламента Крыма о проведении референдума. И я, между прочим, была в Крыму в марте, я летала, и в принципе я в очень плотном контакте до того находилась с крымчанами на протяжении практически 20 лет. И я в марте была в Крыму, и видимо настроение, население вообще трудно себе представить, чтобы люди за слезами на глазах поднимали российский флаг и пели «Российские люди». Действительно, действительно, люди не терпелись за 20 лет таких унижений от украинской власти, затеснений, что они не видели для себя другой возможности, кроме как уйти от той власти, которая их укрепили. И не жаловать, затесняло. И действительно, уровень активности был колоссальный. И по явке, и по степени голосования в пользу сообщественности России. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу о любительности, понимаете, я могу сказать, что не Россия открыла этот ящик Пандоры. Этот ящик Пандоры был открыт в связи с летом Котова. И тогда Россия, когда у кого-то говорила о том, что вот это ящик Пандоры, дальше пойдет по нарастающим. И если вы сравнили твои эти эпизоды, то, конечно, легитимность крымского случая на порядок выше. Здесь было всенатомное голосование после такого общего, универсального голосования не было. Здесь был действительно... Вот вы поговорите с другим человеком, который может служить источником объективной информации относительно того, какие настроения были в Крыму. Эти настроения были еще и до референдума. И можно сказать, вот сейчас задним числом, что в Крыму было бы то же самое, что было бы в Донецке. Вот мы сейчас видим то, что могло произойти в Крыму. Гражданская война. Но только надо иметь в виду, что там флот и большое количество оружия. Это был очень серьезный, еще более серьезный конкурент с еще большим количеством оружия. А как бы было обращение власти Кюлка для лечения этого вопроса? А каким образом? Увидение референдума. Дело в том, что с точки зрения юридического права, я думаю, что... Ну, это надо говорить с юристами. Это надо... Но насколько я понимаю, в условиях коллапса государства, то на каких основаниях крымские власти могли бы обращаться к ООН? Они являются милитивной властью на своей территории, на территории Крыма. Они вот и приняли олимитивное решение в рамках своих полномочий. Придел в той территории, для которой они не являются милитивной властью. Понимаете? Вот, поэтому... Надо понимать, что... Еще раз вернусь к началу своего ответа. Власть на Украине рухнула. Государство расписалось в собственной недееспособности. Власть захватили никем не уполномоченные люди. Таким же успехом могли захватить другие люди. И эта цепная реакция пошла по всей территории Украины. Во Львове, на Франковске, в Тернополе. Стали захватывать областные администрации и осуществлять насилие по отношению к законным представителям власти. Плохие они и хорошие, это второй вопрос. Вот, пошла ванна. Я бы сказала, спираль нелегитивности. И в этой ситуации крымск оказался, как и странно, территорией легитимности. В пределах полномочий власти Крыма. Они приняли легитимное решение о проведении эфириона. Спасибо. Ну что, мы подошли. Исчерпали вопрос. Ну, последний вопрос. Меня зовут Шел Водин. Я изучаю русский язык и английский язык. Я приехал в Рыжу. Спасибо, Татьяна. Вы с этим вопросом. Я хотел бы спросить. Есть ли возможности, что правительство Акраины признает Крым, Россия, Россия? Я думаю, что есть. Поскольку это практически не идет. У Украины нет инструментов к возвращению эфириона больше. Я думаю, что в какой-то момент украинские жители уже существуют. Спасибо. Ну что, у нас еще... Спасибо за внимание. Я знаю, что есть вопрос. Я пишу, что ждали до последнего момента задать ваши вопросы. Нам будет презентация данных. Будет презентация данных завтра. И на следующей неделе Оксана Викторовна любезно согласится встретиться с темой, у кого есть дополнительные вопросы, кто занимается особой Украиной в режиме приемных часов в офисе. Мы с вами поговорим. Давайте поблагодарим Оксанту Викторовну. Спасибо.